Это просто ядра периодической системы элементов, ядра элементов, да? Значит, вот здесь вот у меня энергия связи, приходящейся на один угол, да? Я просто букву N, а значаю угол, да, в данном случае. Значит, тогда удельная связь будет меняться приблизительно от 1 мегаэлектрон какой-то, да? Вот здесь вот у меня 1, там, ну, вот здесь вот много, да? Вот здесь будет 60. Так вот, это будет кривая с максимумом, которая будет вести себя вот таким итогом. Значит, максимум будет находиться примерно для равной 60, да? А потом будет медленно спадать. Вот, вот этот спад составляет, я не ошибаюсь, порядка 1 мега, да? А вот это вот, значит, от одного мега, значит, поднимается, а вот здесь вот порядка 8 силий. Мега, да? Вот. Поэтому, значит, вот смотрите, удельная энергия связи, она составляет небольшую часть той энергии, которой обладает ядро макро. Ну, потому что, смотрите, вот, например, ядро типа урана, да, значит, обладает энергией порядка 1870 вверх, да? Вот. А энергия связи, видите, приходящаяся на один угол, ну, вот меняется сомнительно мало, да? Примерно в тысячу раз меньше примерно, да? То есть на три порядка меньше. Вот это вот энергия связи, ну, понятно, почему на три порядка меньше, потому что атомный максимальный вес, это порядка 300 с чем-то, да? Ну, и поэтому, значит, вот. Так вот самое важное, вот не забывайте во всех ответах, при обосновании каких-то вопросов, значит, вот на эти два очень важных обстоятельства, да? Какова энергия, значит, как зависит энергия? Ну, клоуна, то она монотомно зависит, при переходе от одного атомного номера к другому, и с получением атомного атомного атомного. А вот удельная энергия, она у нас с вами зависит вот таким вот более хитрым способом, это кривая с этим способом. Ну, и сразу же вот из этой кривой можно сразу же обосновать первое, да? Это то, что, значит, вот здесь вот легко выучать энергию термоэдерного синтеза, да? То есть тогда, когда вы объединяете два атомного, то у вас выделяется энергия, да? И довольно большая энергия. Вот, поэтому водород вот где-то он здесь вот сам, где-то он сидит, да? Вот, когда вы четыре атома водорода объединяете, то происходит колоссальный выброс энергии, значит, вот как раз при, там, получается, ядроватого гелия, и за счет этого мы с вами живем на Земле, да? Это как раз то, что происходит в Солнце, и благодаря этому, значит, вот по крайней мере 9 миллиардов лет наша Земля вполне существует, да? И в конце концов мы с вами на ней приведемся. Вот, так вот это вот, а соответственно вот этот склон, это склон, тот, на котором мы можем получать ядерную энергию уже за счет распада, да? Значит, мы двигаемся вот от этого места сюда, и тогда, значит, у нас тоже выделяется энергия, только уже энергия радиоактивного распада, да? Вот это вот тоже очень важно представлять себе, что вот это радиоактивный распад, вот, ну и, соответственно, значит, вот именно распадаются тяжелые элементы. Но вот такая зависимость, да, приводит к следующему, ну и формула Вайцекера, как вы знаете, я уж не буду ее сейчас записывать, да? Так вот, главное то, что у нас все атомы легкие, да? Они у нас, в них у нас соотношение нейтронов и протонов такое, что они просто очень близкие, да, между собой. Ну, может быть, отличаются на какую-то плюс-минус-соединительность по нейтронам, да? Ну, всегда, когда мы говорим о нейтронах, надо, конечно, иметь в виду, что есть зарядовая независимость, да, соответственно, у нас сильного взаимодействия. Поэтому нейтроны и протоны совершенно одинаково притягиваются как нейтрон к нейтрону, так и нейтрон к протону, и также протон к протону. Есть, конечно, не те театрические силы, да, все театрическое взаимодействие, а только сильное взаимодействие, да, между нуклонами. Вот. Так вот, здесь нуклон нейтрона практически столько, сколько протонов. На этой ветке все ближе и ближе туда, значит, у нас число нейтронов становится все больше и больше, да? Вот. Почему? Почему нейтроны становятся все больше и больше? Ну, помните... Собой ядерной силой увеличивать ядерные силы, чтобы ядро было стабильным. То есть, если там будет примерно разное количество, то клоновские силы будут как-то преобладать... Да, совершенно верно. Правильно. Вот именно то, о чем я с самого начала говорил, да? То есть, у нас, значит, нейтроны между собой не расталкиваются, да? Поэтому энергия клоновского расталкивания не увеличивается, а в то же время между собой вот эти вот... фактически у нас количество связей, связанных с сильным взаимодействием, оно увеличивается, вот, и поэтому, значит, у нас преобладание... Такого преобладания отталкивания не наблюдается, да? Иначе бы у нас периодическая система элементов была более куцией, и, значит, вот такого многообразия элементов, которые мы имеем, у нас такого многообразия уже не было, да? То есть, вот, природа довольно мудрая тем, что вот она делает нас счастливыми, вот, своими многообразиями, да? В частности, элементов периодических системами интеллигия. Вот. Ну, там и золото есть, да, и селепо, и вообще много всяких интересных вещей. Ну, и вот если мы дальше рассмотрим, что же получается, когда у нас происходит реакция распада, да, то получается, что вот ядро урана, например, распадается на два ядра меньшего размера, да? Примерно равных, но не очень-то, да? Значит, вот ядро урана распадается на атом брома, если мне память не изменяет, да, с атомным весом, 90, просто, а другой осколок более тяжелый, это атомный вес 140, да? Вот. И каждый из этих осколков, оказывается, что он является отягощенным нейтроном, да? Потому что здесь мы так нейтроном составляем, до трех нейтронов приходится на один протон, да? Вот. А тут, когда они распадаются, то уже, значит, вот, получается, что вот те элементы, которые находятся вот здесь, здесь уже соотношение между протонами и нейтронами не столь велико, как гидроэврана, да? И получается, что вот этот избыток нейтронов и приводит к тому, что вот эти дочерние ядра, значит, они являются радиоактивными и дают дополнительные нейтроны, да? Вот это понятно, да? Вот. Ну и поэтому, значит, вот, когда мы имеем с вами какой-то радиоактивный распад, да, то мы уже должны написать, значит, вот как вот значит, обычно пишут такую цепочку, что вот это вот А1, так, элемент, так, гидро, значит, распадается на протонянное λ1, да, получается дочерние ядро А2, да? Естественно, более ровно, да? Потом, значит, у нас есть еще распад, λ2, да, и, соответственно, А3, да? Вот. Ну и может быть так, и так далее, да, да, вот здесь, и дальше, да, вот здесь. Вот. И вот когда у нас есть вот такая цепочка, да, такие превращения, цепочки могут быть до 10 вот таких вот элементов, да, присутствовать. Значит, ну, тогда у нас получается, что а все λ, констанции распада, постоянные распада, они разные, да? А раз они разные, то, соответственно, у нас будет проблема, значит, вот, ну, как-то посмотреть, а что же конкретно будет вот со всей этой цепочкой происходить, да? Вот. Так вот, оказывается, ну, почему это интересно все? Ну, потому что, например, литировка, да, известная, осуществляется углеродному методу, изотопному, да, за счет нейтронов, попадающих в атмосферу, значит, углерод, в принципе, обогащается радиоактивным изотопом, да, как раз отягощенным нейтроном, да, и поэтому он радиоактивный. И поэтому, значит, вот все живущее, так или иначе, поглощает углерод, да, с органикой, вот. Ну, и поэтому соотношение вот этого изотопа к основному изотопу меняется за продолжение жизни, скажем, какого-то дерева, и поэтому, если спилить это дерево и вот эти вот кольца идеальные на распиле, значит, вот взять себе пробы, то можно посмотреть, как меняется содержание вот этого радиоактивного изотопа. И так как это считается, что поступление радиоактивного изотопа более-менее стационарно, то есть не меняется постоянно количество поступающих радиоактивных ядер в атмосферу от углерода, то, значит, можно датировать, в принципе, значит, вот и культурные ценности, да, в частности, в любви, если древние, да, вот. В общем, все те органические остатки, которые имеются либо от цивилизации, либо от того мира, растительного, который существовал, ну, меркаменный угли, мы, по-моему, датировать, да, можно датировать нефтяностое месторождение, ну и так далее, да, все это продукты. Вот, ну, значит, вот, и вот такие вот цепочки, это есть вот как раз то, что называется вековым уравнением, да. Вековым уравнением, значит, мы можем вот эту цепочку расписать в виде уравнений тех же самых, да, вот. Если у нас период полураспада первого вещества существенно больше, чем дочернего, да, то тогда, значит, вот можно нарисовать графики, этот график показывает, что, значит, вот в какой-то момент, значит, примерно наступает равновесие между дочерним ядром и материнским ядром, да, вот. Это, значит, только в том случае, если материнское ядро распадается медленнее, чем дочернее. То есть по мере того, как накопятся дочерние ядра, да, то, значит, сначала их число будет возрастать, а потом в какой-то момент вот это количество дочерних ядер, значит, уже будет относительно тем же, ту же долю составлять относительно материнских ядр, да, и наступит вот то самое вековое равновесие, о котором говорится в этом билете, да. Вот это качественная сторона, надо расписывать эти уравнения миллиграмм, все-таки надо, да. Хорошо. Ну давайте я хотя бы графики нарисую, да, как это вроде бы. Так, сначала, значит, я мне тут чуть-чуть, чуть-чуть твои слова с графиками, да, здесь мы просто n от t нарисуем, да, n от t, вот здесь скобочек, n от t, если мне что-то не нравится. n от t, вот это вот, n от t, вот по экспоненте, вот так вот уменьшается, n от t, да, вот, а вот здесь вот так меняется, n от t, да, вот это n от t, вот, ну, это время t, вот, ну, и смотрите, вот, я специально здесь вот нарисовал, что состояние этого расклада очень большая, да, экспоненте, да, а здесь видите, время, в течение которого появились начальные ядра, да, они вот быстро нарастают. и тоже по экспоненте, конечно, да, но, значит, это экспоненциальная зависимость только вот в этом месте, да, а вот здесь дальше наступил максимум, да, а потом всё это пошло вот почти параллельно этой гривой. Ну, это означает, что вот примерно соотношение между дочерними и материнскими ядрами примерно одно и то же получается, да, вот, то есть активность, убывает активность согласованно у дочерних и материнских ядров. ядр, да, вот, значит, ну, и, в принципе, значит, мы просто записываем равные такие, dn1 по dt1, dn1 по dt равняется минус 1 на n1, ну, почему здесь разные знаки тут просто потому что, значит, у нас одни, значит, материнские ядра распадаются, а дочерние сначала нарастают, да, поэтому у них разные знаки, да, вот. Ну, юридикация интегрирования системы при условии в начальном моменте, значит, мы интегрируем вот эту систему равную и пишем, что, значит, в начальном момент n1 здесь становится n1, да, а n2 равно 0, да, вот, а n2 равно 0, это 0, да, значит, при первом н1, n1 равно 0, значит, n1 равно 0, а n2 равно 0, да, вот, ну, и, наконец, значит, для n2, значит, от n2, значит, от t мы получаем такое выражение, n2 от t равняется лавна 1, лавна 1, лавна 2, значит, лавна 1, n2, первое, да, первое, значит, материнских ядер, изначальных, с которых все получилось, да, на e в степени минус лавна 1, минус лавна 2, минус лавна 2, т,ふ, ну, и активности каждого из оттопов равны, А1 от равняется 0.1, 0.1 от равняется 0.1 на 0.1. А2, значит, вот я пишу А2 равняется А2Т, активность равняется 0.2 на 0.2 от равняется 0.1. И все это умножить на 0.1. И если у нас λ1 много меньше, чем λ2, то тогда мы для n2t получим, то мы получим результат, что а2t будет равняться а1t. Ну и это очевидно, да? То если, значит, у нас λ1 много меньше, чем λ2, то мы получим такое следствие. Вот это и называется вековым уравнением, когда мы рассматриваем не один из атов, а два. Причем те, которые связаны с собой цепочкой материнские и дочерки ядра. Ну, значит, наверное, все, что я хотел сказать про уравнение радиокосновного распада я рассказал. Если какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Ну и вопросы какие-то я постарался все это подробно рассказать, потому что почему-то обычно никто не знает, что такое вековое уравнение. Ну и по поводу дела мне очень хотелось бы донести до вас такие простые истины, которые вы должны, в принципе, очень быстро соображать во время госэкзамена для того, чтобы обосновать какие-то свои ответы на те вопросы, которые могут задавать по ядерной физике, да? Так, теперь дальше следующий билет, как я понимаю, это уже конкретная реакция распада.